Доброе утро, мои дорогие подписчики и, конечно же, гости канала. Сегодня утро, я провожу опять здесь на даче, пью кофе и смотрю по сторонам, что же там произошло. А там все прекрасно, ничего такого не произошло, все красиво, поют птицы, очень даже хорошо. Сегодня у меня очень много будет работы. Эту работу я буду делать вместе с вами. Надеюсь, вы мне будете помогать, может даже где-то советом. Кстати, пишите что-то, если я делаю не так, комментируйте, говорите что-то, как лучше это сделать. Вот, кстати, о нитины глазки кто-то спрашивал. Да, они вот уже четвертый, наверное, месяц. Конечно, вот это уже, наверное, третье цветение, не такое обильное, но все-таки. Значит, сейчас я вам покажу петунью, которую я что-то умудрилась все-таки обрезать. Вообще, надо в июне, по-моему, обрезать петуньи, но как-то я не решилась еще, до сих пор они хорошо цветут. Вот это вот в кашпо была такая красная, очень даже пышная, но я решила поэкспериментировать. Сейчас думаю, я ее обрежу и посмотрю, как она будет отрастать. Вообще, будет ли она отрастать? Даже не знаю, потому что у меня еще три, еще три таких кашпо есть. Но пока мне жалко, там очень такое, достаточно пышное цветение. Вот, а это я, значит, обрезала, досыпала земли, и удобрила. Вот там еще стоят два таких, таких же горшка красные. Но они там пока украшают то место, и как-то я еще понаблюдаю за этой, как она будет отрастать. Вот, в общем, сегодня косим газон. Задание, задача номер один. Покосить газон. И не только газон, а и придомовую территорию. Вот, пожалуйста, газонокосилка готова к работе. И поехали! Но самое интересное, что я, когда начала, такая затурканная, когда начала косить газон, я не установила, вот сзади должен цепляться такой бункер для травы. Я, значит, его достала, но прицепить его как-то забыла. Не знаю, и с утра, что ли, уже перегрелась или что. Ну и начала косить. Кошу и думаю, что-то не то, вообще что-то не то. Ну, не понимаю, что же не то. Вот. Продолжаю себе косить. Такая вся теловая. Прям сама себе радуюсь. Кошу-кошу. Трава разлетается там где-то по сторонам, видимо. Не по сторонам, а под газонокосилкой. Она там же и выбрасывается. Только потом, когда я уже завернула за поворот, я поняла, что что-то не то. Что чего-то не хватает. Вот. Я уже подцепила этот бункер для травы. И, значит, продолжаю дальше. Ну, вот такая. Ну, между прочим, вот трава там собирается, и очень удобно потом этой травой мульчировать всё. Ну, там огурчики, помидорчики. Ну, вообще всё. Вот. Ну, хорошо, хоть я и сообразила, и всё-таки немножко насобирала травы, чтобы там кабачки замульчировать. Вот такая. Приехала. Приехала после моря, отдохнувшая называется. Ну, ничего. Я думаю, это не так страшно. Ну, в общем, такими темпами я косила тут газон на территории дачи. А потом, значит... Потом... Я... Сейчас расскажу дальше. Я вышла на улицу. Ну, на улице я не кашу вот этой газонокосилкой. Я там обычно триммером кашу, потому что им удобнее. Ну, там очень много таких мест, куда надо подлезть. И вообще там травы меньше, быстренько раз, пробежался этим триммером. И всё в порядке. В общем, задело. Вы видите, да? Хорошо. У меня всё получается. У нас как-то так принято, что всегда я кашу сразу. Почему? Ну, сама так вызвалась. А теперь мучаюсь. Ну, вот. Ну, вот. Это, значит, я тут кашу с другой стороны забора. Это, ну, в общем-то, электрическая косилка. Поэтому ровно до того размера пока хватает провода. Ну, как раз до конца забора и хватает, в общем-то, в принципе. Вот так. Вот. Такая красотень. Всё скосило. Всё покосило. Вот. Вот. А эти ирисы, давно их пора уже обрезать. Но у меня никак не хватает времени на это. Видите, какие они страшные. Ну, надо, конечно, добраться до них. Вот. Молодец. Всё закончила. Зашла. Сейчас почищу косилки. И можно немножко передохнуть. Потому что, ну, в общем-то, немного даже устала. Так. Ну, всё. Сейчас немножко подровняли. Вот такая красотень. Надо будет удобрить. И всё. Ну, в общем, вот такое дело, да. Пришлось мне одной с моря приехать сюда на дачу. Потому что, потому что я очень переживала. Как же мои тут растения без полива. Вова остался на море. Он только в понедельник приедет. Сегодня воскресенье. Я приехала вчера. Конечно, тут куча работы. Всё переделала. А теперь сижу, отдыхаю. Ну, конечно, всё переделать это просто невозможно. Ну, основное хотя бы переделала. Покосила. Покосила газон. Кое-что пополола. Полила, естественно. Удобрила. Ну, как всегда. Как обычно. Господи. Работы очень много. И работа, конечно, для нас, для хозяек. Потому что мужчины как-то, ну, как-то очень спокойно всё это переносят. Я не знаю. Вообще не переживают. Я очень переживала. И за котов, которые остались здесь одни. И за саму дачу. В общем, отдых был не очень в отдых. Поэтому вернулась раньше. Поэтому сейчас решила, что я заслужила бокал вина. Налила себе домашнего вина, бокальчик. Малинки собрала. И сейчас сижу. Просто отдыхаю. Просто расслабляюсь. Очень хорошо. Здесь тоже такая комфортная, в общем-то, погода. Слава Богу, не жарко, не такое пекло. Очень хорошо. Кстати, хочу рассказать про своих котят. Таких классных котяток я, конечно, пристроила. Я их отдала в добрые руки. Ну, не то, что там совсем прям знаю кому. Потому что там у нас есть женщина, которая занимается... Ну, у неё такой небольшой бизнес. Она принимает всех котят. Ну, естественно, не бесплатно. 400 рублей один котёнок стоит. Она их берёт. А потом она их пристраивает. Она сидит на рынке целый день. И пристраивает их в добрые руки. Вот. Поэтому этих котяток я отдала ей. Потому что... Потому что если они останутся здесь, судьба их не очень завидна. Потому что это дача. Зимой тут никого нет. Ну, это, конечно, Вова мой ходит. Каждый день кормит котов. Но всё равно. Им здесь будет тяжело. Надо, чтобы они росли где-то в семье. Так вот. Котяток я отдала. Очень переживаю за них, кстати. Вот. А кошка. Кошки. Две кошки у меня было. Значит, одну мурыську. Такую чёрно-белую. Я простерилизовала. После всего этого. Теперь она стерилизованная. А вторая такая... Такая, ну, полосатая была кошечка. Вот после приезда с моря её нет. Она куда-то исчезла. Не знаю. Я хотела... Ну, потом её... тоже простерилизовать. Но её нет. Я не знаю. Неужели она где-то погибла? Я даже не знаю. Что думать? Мне очень жалко, конечно. Очень жалко. И вот получилось, что на сегодняшний день на постоянном проживании, кормлении у меня тут эта кошка мурыська и ещё приходит кот-полосатик-барсик. Но он тут не ночует. Он где-то не знаю, где он ночует. Но приходит кушать здесь. Вот. И ещё была вот эта Катя. Кошка Катя. Не знаю, где она. Уже второй день её нет. Ну, может, ещё, конечно, придёт. Может, она просто ушла, потому что нас не было. Вот. Я её тоже готовила к стерилизации. Хотела её тоже простерилизовать. Потому что на даче очень сложная жизнь. И кошки лучше они будут стерилизованные. Ну, потому что вот это лишнее потомство никому не нужное. Ну, сами понимаете, что не так просто ему здесь жить, этому потомству. Поэтому кошки, конечно, пускай живут, сколько им там уже Бог отвёл лет. Мы их кормим каждый день. Даже зимой. Хотя мы здесь не живём зимой. Поэтому вот такая ситуация. Если вы будете спрашивать про этих котят милых. Такие хорошие, очаровательные котята были. Я даже им имена дала. Кузя. Один был Кузя, а второй был... Ой, забыла даже, как его звали. Второй был Пашка. Пашка. Да. Ну, я думаю, они уже пристроены в хорошие, добрые руки. Я так надеюсь. Я надеюсь. Так оно и будет. Малинка такая хорошая. Ну, летом, конечно. Лето, оно на то и лето, чтобы можно было попробовать всего. Вот. А это, кстати, ножницы садовые. То, что газон я косила, то, что я не докосила, я сделаю вот этими ножницами. Так. Правда, я их с прошлого года не использовала. Уже даже забыла, как ими, как ими, с ними обращаться. Ну, ничего. Сейчас, наверное, напомню себе. Так. Одеваем так. Наверное. Ох, боже мой. Правда, забыла. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сделала себе малосольные огурчики... Ну, я их малосолила перед отъездом на море... Отварила молодую картошечку... Ну, нашу, конечно, выкопанную... Немножко мясо приготовила... И сейчас покушаю... Ну, а там и вина осталось немножко... Вот такой у меня обед... Всем приятного аппетита, кто кушает... Всего доброго... Ну, вот, я заварила себе ромашку... Взяла... Эта смородина, которую я перекручивала с сахаром... Это немножко не вошло как бы в банки... Ну, я сюда его поместила... И сейчас я просто ромашку... Вот с этим... С этой смородиной с сахаром... Попью... Сейчас вот, кстати, попробую... Ну, что вы, коты... Уже спать хотите? Да, солнце уже садится... Мискантус такой красивый... Прям шикарно он тут смотрится... Сейчас я его еще сниму поближе... Мискантус... Вот он какой... А это поставили палку, потому что... Ветка слишком опустилась... Яблоки... Яблоки, вот какие яблоки... Да... Последние лучи солнца... Сегодняшнего... Субтитры сделал... Яблоки... Яблоки...